ЖИВЫЕ Опа, надо работать. Ну и слава богу, потому что все-таки отдых отдыхом, а паузы себе давать нужно время от времени. Сегодня здесь совершенно замечательный коллектив, коллектив, который представлять надо особенно, ну, особенным образом. Посмотрим, как это у нас пойдет. Прежде чем мы начнем разговоры, традиция у нас все-таки давняя, она сложилась, произведение первое, которое они сыграют, станет в некотором смысле музыкальной заявкой для тех, кто не очень понимает, что за коллектив здесь сегодня. Как всегда, Живой Звук в программе Живые. Поехали, ребятки. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 нужно будет сегодня поговорить о концертах я проектах которые у вас запущен в том числе и на планете ru которые мы давно партнер ничьи им и собственно я понимаю почему потому как там очень многие музыканты определяются для себя в качестве финансов и решают свои проблемы по выпуску альбомов сегодня кстати здесь есть пластиночка которую мы будем готовы подарить мы это еще за себя нормально примазался но я имею ввиду ребята готовы будут подарить с тем или тому или той не знаю кому как кто ответит на несколько вопросов вопрос простые у вас будет возможность на самом деле альбом то уже не такой свежий 2003 года по моему да но хороший очень хороший он у меня есть кстати очень хороший альбом действительно альбом классные там ой там водку так люблю да вот ну и вещичка там есть вот она по-другому называется не важно здесь называется водка я не привык уже как к водке вот лейк байкану тут все хорошо так вот давайте так у меня есть наводка ну смысле на водку мне дали на водку каким образом можно ставить вопрос альбом так называется я так понимаю да то сайберен никаких других у него особых нет 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 а вот новая да вот с обратной стороны его название совершенно верно так вот кто играл на саксофоне мы говорили о том что у ребят все таки есть возможность расширять состав кто играл на саксофоне в этой пластинке помогая музыкантам творить и собственно говоря создавать те произведения классные которые они делают тут на пластиночке это указано принципе вам ничего не нужно особо просто быстренько так порыться в интернете найти и тут же ответить на этот вопрос 4647 это короткий номер для смс к ваших пожалуйста отвечайте свои парабельщик а дальше ваш ответ ну или вконтакте куда угодно пишите будем выискивать будем выискивать эти сообщения так как называлась первая эта вещь чуть не спросил я транссибирская железная дорога транссиб транссиб а следующая как бы называется танго сибирская но сибирская потому что сибиряки и все 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 сибирское все даже не можем как-то все по себе еще не правильно ну и правильно родные места сибирская сиита у нас готовится транссиб сейчас будет сибирская танго поэтому все как-то все как положено как всегда живой звук программируем здесь сегодня то есть аверенс погнали и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Еще в городе, который я даже не помню Где-то 250 километров от села Ну, это, в принципе, ближнее Подмосковье Ну, как-то да Мы прилетаем потом 200 километров Потом какая-то такая интересная у нас будет А, я вам скажу, в Корее, я думаю, что вы на этом Быстреньком паровозе, который у них летает Да, ни разу не были За 300 километров в час Вот то, что у нас Сапсан, это ерунда Тот летает вдвое быстрее 250 километров, и так, фух, и вы там Вы даже не успеете почекаться, вот реально Не успеем сесть в самолет Сели и приехали И что за фестиваль? 12 коллективов там принимают участие Один из 12 А кто там, кроме вас, вы знаете уже? У нас есть директор, который все знает Вот он здесь, можно у него спросить Давайте директор Директор их микрофона, срочно Представь директора тогда ты сам У нас замечательный директор Кирилл Мобилевский Добрый вечер Ну, во-первых, принимает там участие коллектив Который уже считают частью нашего коллектива Это Тред Атак из Эстонии Как-то мы с ними часто очень стыкуемся на фестивалях Два коллектива из Португалии Один из Бразилии, один из Германии Из Испании Какой-то португальско-бразильский коллектив Тоже играют джаз? Да, но там Это нетрадиционно все-таки джаз Я думаю, там шире используются Там очень широко В Бразилии и все И футбол нетрадиционный, и джаз нетрадиционный Они хороши во всех отношениях Вот, но я посмотрел, там команды такие очень уважаемые Я уверен, что вас бы не позвали Абы-куда-бы Но это случится завтра То есть вы завтра прям отправляетесь И надолго ли эта вся история? Нет, к Дню Победы будем в аэропорту В обратную сторону После парада, да, вечером В День Победы 9 возвращаемся Три дня концерта и сразу обратно Три дня концерт? Ну нет, три дня концертов А, три фестивальных условно Да, три фестивальных Интересно, как они строят тогда Эти дни, если всего 12 коллективов То есть по 4 в день Это какое же Там корейцев много А, еще корейцев много То есть 12 иностранных коллективов Плюс куча корейцев А, этого я не знал, да Вот видишь как Оказывается, их не 12, их больше Просто 12, так сказать 12 зарубежных Заезжих 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 Заезжих, залетных Другое дело, много ли там И часто ли там бывают коллективы из России? Вот что интересно Видимо, первый и единственный коллектив Который из России туда Первый и единственный коллектив На этом фестивале из России Вот они тоже об этом не знали А зачем им это знать? Им сказано Сядешь в паровоз Приедешь, отыграешь И поедешь обратно Сегодня здесь чудные люди совершенно Вот общаться с ними Удовольствие особенное Потому что И мне всегда казалось И я сейчас подчеркиваю Казалось Могу ошибаться Что люди, которые играют подобную музыку Они живут так же, как играют Это как? Это виртуозно Мы играем хорошо, живем хорошо Виртуозно Виртуозно живут Виртуозная жизнь Это, вот в моем понимании Это когда все не так, как у других, что ли Все не совсем так, как принято И взгляд на разные вещи Ну, скажем, на одну и ту же вещь у нас с вами Взгляд может быть совершенно другим Я смотрю на то, что я вижу И вижу то, что Допустим, передо мной стоит колонка, например Ты это можешь видеть совсем по-другому И не потому, что... Это все мозг Да Это все тема знакомая Мозг-то у вас, он же нестандартно мыслящий У всех он нестандартно У каждого человека разный мозг совершенно Сейчас о чем? О мозге Ты когда-нибудь в очередь за колбасой стоял? Нет, кстати Вот попробуй, там у всех один мозг А, кстати, есть вещи, которые объединяют, да, люди И на одну уровень выставляют Кого колбаса? Как очередь до колбаса Кого музыка? Давайте, давайте, Станича, поиграем Что это будет? Это будет, это будет, это будет Герника Как всегда, живой звук В программе живые Здесь сегодня The Siberians Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Отвечает за микрофон Микрофон вот я могу Сейчас По корпусу клуб И все будет слышно Вот И еще один шнурок отвечает за Ну за звук другой За игры собственно За все отвечает Хорошо Шнурок который за все отвечает Вот единственный кто страдает это Андрей У него никаких шнурков нет Один все же есть Все же один есть Но с Артемом проще Ну я запутался Два проводочка и то запутался Ладно распутывайся Я хочу к Андрею все таки Андрюш можно к микрофону тогда Не могу не спросить Это весьма сложная как мне кажется История вливаться в уже Сложившийся и давным-давно существующий Более того Известный талантливый коллектив Понятно что Виртуозы Москвы это тоже коллектив Ну надо сказать не последний Мягко скажем Но тем не менее Вливаться в этот процесс сложно было Было не сложно Было очень интересно И для меня это конечно Прежде всего большой эксперимент Потому что 30 лет из своих 30 Я связан непосредственно с миром Скажем академической Классической музыки То есть я скорее Про филармонию Про консерваторию Про всякие вот эти дела И для меня всегда было интересно Собственно соприкоснуться И попробовать поиграть музыку Совершенно другого рода Вот и совершенно неожиданно Ребята меня как-то приняли Так в свой коллектив Мы в общем начали Замечательно общаться Замечательно репетировать И прошло буквально Сколько? Два месяца Да? Вот с нашей первой встречи Ну и что-то около того И в общем я считаю Что я в общем продвинулся В искусстве исполнения Даже так Такого рода музыки Для меня это было Серьезным испытанием В общем много я открытий Для себя сделал Подожди Ну вот давай мне Человеку деревянному В этом плане Абсолютно признаюсь Что я совершенно ничего Не понимаю В том как происходит Игра Кроме того Как я вижу со стороны Как играют на виолончели А в чем разница Ну скажем для тебя Как для исполнителя В исполнении классической музыки И вот той Которую они делают Первая и такая Принципиальная разница Заключается в том Что классическая музыка Это всегда ноты Это всегда некое предписание Что делать Вот Я конечно привнес тоже В наше ты скажем Совместное творчество Ну нах ты у тебя стоят Но я их написал сам Немножко другая история Вот Это один момент А второй момент связан с тем Что в классической музыке Совершенно по другому Организован ритм Организовано время В классической музыке Есть все время Какие-то замедления Ускорения Что-то такое происходит Очень свободное Вот А в музыке у ребят Есть очень четкое движение Которое собственно И позволяет создать Вот этот драйв Этот какой-то Вот То что качает Что называется Мне было Это действительно Тяжело воспринять И я в общем Сейчас вот Мне кажется Начинаю как-то Вливаться В их такой Правильный ритм Тогда к тебе Еще один вопрос Уж прости Конечно Брат Извините Что я так Но мне правда Интересно Вот что выяснить Для себя Ты получается Как ты сказал Своих 30 лет 30 лет занимаешься И играешь Классическую музыку Бедный Несчастный ребенок Конечно Не было детства Мальчика Да нет Ребенок на самом деле Нормальный В общем все происходило Достаточно лояльно По началу Лет до 18 Потом как-то стало Я не об этом Ты неужели не слушаешь Никакой другой музыки Кроме классической Конечно А как же тогда Ты говоришь Что это было непонятно Я не пробовал никогда играть Это разные вещи То есть слушать И играть музыку Это две разные Так скажем Функции Человеческого мозга Опять Потому что Ориентируясь На футбольных болельщиков Я тебе скажу Что играть Что болеть одно и то же Они всегда знают Куда бить надо было И почему вратарь козел И почему собственно говоря Судьбу намыл Так же как и стороной руководить Вот именно Все со стороны все знают Да понятно Все ясно Что когда сам не играешь Но сейчас Вот ты говоришь Что ты для себя Приобрел какие-то особые навыки Да А теперь у меня будет вопрос К твоим Так старшим товарищам Если можно Ну давай Раз уж ты У микрофона Сейчас сидишь Вот так Настроен на него Понятно Что Андрей Вероятнее всего Не случайный человек Велончелистов же много И в Виртуозах Кстати тоже есть Кроме него и велончелисты Почему он? Если он никогда раньше Не играл ничего Кроме классической Во-первых Нам его посоветовал Наш друг Концертмейстер Виртуозов Первая скрипка Леша Лондин Он сказал Что есть такой Интересный человек Может быть вам интересно Будет с ним пообщаться Мы пообщались И вот общение наше Продолжается Да С тех пор Просто сначала По телефону пообщались А потом вот так вот Ну я почему спрашиваю Потому что Ну как обычно бывает Если коллектив ищет Кого-то Как бывает Объявление Нет мы не скажем Вот сам пришел Все ты дал ответ Ты дал ответ Тогда дальше спрашивать Не буду все понятно В общем никаких критериев Не было Сам притопал Вот сам Да это вот Действительно На самом деле так и было Потому что посоветовали И как-то было И вот сразу пришел С инструментом И уже не ответил И сразу А давай поиграем И начали играть И как в ухо И все Вот как-то очень быстро Причем мы тоже Очень много мучимся Андрею Как на репетит Сыграл Баха Так И что Было очень Очень интересно Очень прикольно В живьем услышать Баха на виолончели Сольный вечер У меня просьба У меня просьба Можешь Слушай Как он легко Вот мне тоже интересно На виолончели Баха По-моему Этого еще никто Ну по крайней мере В этой студии Этого еще не происходило Сейчас наш партизан Вернется пульту Кстати Сергей Дебальский Звукорежиссер Программы Живые Звук Который сейчас вы слышите А звук очень хорошо И сейчас хвалят сильно прям И правильно делают Как не похвалить Когда красиво Сейчас будет что Из Баха Будет прелюдия Из самой первой Сюита для виолончели Соло Гениально Я так понимаю Что надо сказать Андрей Березин Сюита для виолончели 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 Желание подыграть ему Походу Ну потому что Как обычно бывает Жимить нет Но тяжело С Бахом Можно и с Бахом Конечно Ты заверен Сегодня здесь В этой студии Сегодня они Не вдвоем Сегодня с ними Андрей Березин Виолончели Виртузов Москвы Я лично Безмерно этому рад Потому как Виртузов Москвы Это коллектив Который действительно Так же известен В мире Как и сибиряки И знают этот коллектив Во всех странах мира Даже по Большевскому Ну давай Вас не то Что не будем умолять Хорошо Так же известен Сильно За рубежом Как и сибиряки Тут есть Несколько сообщений Которыми хочу поделиться Вот например На смс-портале На всякий случай Напомню 46-47 Его короткий номер Свои пробел А дальше уже Все же хотели бы сказать Случайно включил Живые Коллектив слышу впервые А звучит так Что даже не описать Будто в жаркий день Выпить свежего сидра Пишет Сашка Это почти в стихах Живые Коллектив Впервые Выпить сидру Просто мне интересно Почему ваша музыка С сидром Ассоциируется Освежает В этом смысле Да Если в этом плане То да У меня как немножко Другие ассоциации Напиток покрепче должен быть Значит В 7 вечер Пишет Татьяна Большакова Слушаю первый раз Сначала отсутствие вокала Очень расстроило А потом Послушал немного И да Это божественно И очень затягивает День-то прошел не зря Немного Красиво Это приятно Красиво Мартынов Мартынов Пардон Николай Пишет вот что Невероятно Смотрю видео Студии И создается такое ощущение Что поставили запись Программы Причем с увеличенной скоростью Воспроизведели Нереально ребята играют Но это еще было До Баха Вот то что да То что ты там Со скрип О это же Человек писал давно Смотрел на руку На смычок И не понимал Как это вообще все Возможно Давайте дальше Что будет в общем Теперь исполнении Вашем В командном Ну здесь же у вас Нет такого формата Как радиоформата Как 3 минуты Да 3,5 минуты Нет у нас хоть 20 Мы тогда сыграем Длинную композицию Праздничную Праздничную Сибирскую Народную Бурятскую Национальную В нашей версии Она будет называться Йохар соль минор Как? Йохар Это бурятский танец Да Йохар Праздничный Йохар Есть Йохан Павлович Я вдруг подумал Нет никакой связи Нет Просто Йохар Может быть и есть Йохар А сколько она по времени Ты говоришь длинная Это зависит от нас Как мы начнем Разыграемся То есть это может И до утра Потому что всю ночь Танцует обычный танец Я понял То есть в принципе Да можете чай попить Понял все Но мы тихонечко Да мы тихонечко Увидим пока И танцевать можете Йохар Соль чего? Минор Соль минор Погнали Минор 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ричард Бонна на басу. Да, вообще, широкий, да. А пел. А это тоже из Перми? Ответ. Ты знаешь, это хуже. Еще ближе. Это из Архангельска. Да, Юлия Усова, ну что сказать? Ну, круто. По-моему, она первая была, кто ответил на этот вопрос. Сразу практически, 30 секунд назад, она ответила. Ну да, действительно, Ричард Бонна. Ну, хорошо, Юля, подарим с удовольствием. Что касается вашего сотрудничества с разными людьми, то тут большой список. И об этом тоже можно было бы говорить. Джет Ротал, например. Каким боком? Мы не сотрудничали. Нет, мы не сотрудничали. Мы просто один раз сыграли на джаз-фестивале «Эрмитаж». Мы его открывали. А, вот как? Джет Ротал, да. Понятно. Ну, значит, я немножко... То есть мы вместе с ним не играли, он по очереди. Значит, меня... Он был за нами в очереди. Ричард Бонна и пел, пишет она. Ну да, да, уже все. Уже ясно, что ей альбом подарим с вашими автографами. Давайте так. У нас есть традиция по-любому заканчивать первый час программы каким-то музыкальным произведением. Потом мы уйдем на небольшую паузу. И вы послушаете сейчас, обращаясь к аудитории, межпрограммную рубрику «Шибанутости» с Сашей Шибановым. Ну и блок анонсов, фестивальных анонсов, анонсов программ радиостанции. Там есть тоже на чем заострить свое внимание, на что его обратить. Чем закончим этот час? Такое странное название «Ай-Ду-Ду». Ну, в общем, почему нормальное название для сибиряков-то? Особенно после 50-100 градусов мороза. Поехали. То сибириан здесь сегодня. Ай-Ду-Ду. 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 Сейчас они остались вдвоем, вот в том исконном составе, в котором они, собственно, и играли все время, к которому мы и привыкли. Пауза была большая. Мы решили как раз 25-го, а мы решили как раз «Разбород, аранжировку пишет Марина Шмотова, она замечательная композитор, она наша землячка сиркутская, да. Ну, а о концерте мы поговорим отдельно после этого произведения. Поехали. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И это, между прочим, только скрипка и гитара. Только скрипка и только гитара. А там квартет. Понятно, что да, да, да. Там будет квартет. Кстати, ты уже не первый раз упоминаешь 25-е число. Что это? Рассказывай. 25-го это будет у нас большое событие для нас, я считаю, и для всех остальных, кто туда придет. Вообще, для российской музыкальной культуры события. Единственный концерт в Москве. Мировой культурный концерт. Ага, мировой культурный концерт. Извини. Где как раз мы будем играть балетную сииту, которую мы написали для спектакля «Любовь моя, цвет зеленый» по гартии Лорки. И будем играть часть нашей сибирской сиити, которую как раз на планете мы собираем. Но как-то не добрали. Подожди. 25-й мы где? 25-го это Гоголь-центр. Гоголь-центр. 25-го мая Гоголь-центр. Восемь часов вечера, естественно. Мало ли всякое бывает. А может быть, все это длинное. Надо начать в восемь утра. Утренние концерты. Восемь утра. Раз и все на концерт. А между прочим... Надо попробовать. Кстати, да, жаворники не охвачены. Не охвачены. Между прочим, все по вечерам, а вы даете концерты в восемь утра. Я полагаю, это может действительно прибавить вам аудиторию. Потому что люди, которые рано ложатся спать, на концерты уже не ходят. Да. Понимаешь, да? А так в восемь утра человек раз. Главное вам, как себя зарядить, чтобы в восемь утра нормально себя чувствовать. Нам сложно. Вот, видишь как. Понимаю. 25-е мая. Гоголь-центр. Большой концерт. Большой концерт. Во-первых, у нас будет и квартет. Во-вторых, у нас Соня Нелюбина делает видеоинсталляцию. У нас в концерте будет принимать участие Юрий Балашов. Замечательный музыкант, обладатель Грэмми. Он будет играть. Как дизайнер. Причем Грэмми как дизайнер. Я даже не понял. Он обладатель Грэмми как дизайнер диска. Фрэнка Запада. Фрэнка Запада. Так. Вот он будет принимать участие. А он будет играть у нас. На чем? А у него такой инструмент называется сукозвук. Как? Слово сукозвук. Сук-сучок. А? Из Волги, да. Ну, понятно. Нет, я понимаю, о чем речь. Группа Волга, да. Но вот когда он тут играл на этом инструменте, показывал его, мне тоже понравилось это сочетание сукозвук. Сукозвук. Какой такой, да? Ну, сучок просто, да? От слова сучок. Да, конечно. Чтобы вы ничего не подумали. Кстати, все подумали, мне кажется. Конечно. Никто не мог. Мозг. Опять же мозг. Теперь очень важный момент про планету. Ты уже тоже упомянул. Вы собираете денежку на сибирское северное. Как? Какой срок еще? Сколько еще? Срок какой у нас еще? Один. Первое июня. До первого июня. Всего-то осталось. До дня защиты детей. Да, как раз. Совсем немножко времени осталось уже. А скажите тогда, сколько собираете? А у нас есть директор. 350. Собираем 350. Собрали пока 210. А этого хватает вообще? Вот 350. Это же такие копейки. Ну вот, не знаю. На самом деле, мне кажется, основная идея была даже не сколько сбор средств, а сколько привлечения какой-то аудитории. Дело даже не в деньгах, мне кажется. Все равно свита выйдет, все равно мы ее запишем. Даже не привлечения, а чтобы люди поучаствовали, чтобы какое-то общество образовалось, чтобы какая-то была общая, какая-то радость, цель, потому что нам очень хочется поделить все это свитой. Счастье, радость мы приносим людям. Клево. Нет, мне кажется, сама по себе история, ну, кто-то по-разному к этому относится, на самом деле, к коротфайдингу. Я вообще считаю, что это замечательно, когда люди не музыкальные, но поклонники, скажем так, хорошей музыки, может быть, даже не поклонники коллектива в чистом виде, а просто поклонники хорошей музыки, вдруг выходят на эту историю, и они понимают, что они вкладываются во что-то такое благородное, интересное, и более того, еще получают бонусы. Ну, пластиночку, например, раньше других они смогут приобрести. Билетики. Билетики, например, да. И вам, как музыкантам, некое такое единение с этими людьми, мне кажется, приятная история. Конечно. Поэтому тем, кто относится к коротфайдингу как-то по-другому, я всегда рекомендовал, рекомендую пересмотреть свои взгляды, ну, просто потому что неправильный подход, многие говорят, что это прибиралов какой-то. Бога ради, никто же вас не заставляет. Мы же не в переходе стоим. Естественно. Никто же вас не заставляет. Там сейчас лицензия нужна, что в переходе. А, кстати сказать, группа B2, между прочим, и Борис Борисович, мне кажется, для многих стали откровением, когда они тоже пошли собирать деньги на свои работы. Переход. В краотфайдингу. А потом в переход. В смысле, там не добрали, пошли в переход. Не помню, сколько Гребенчиков, по-моему, 2 миллиона просил, собрал 6, ему показалось мало, пошел в переход. Да. Ну, вы же знаете, что в переходе играли. Ну, да. Вот, да. Мы играли на улице, да. И как? Отлично. Где именно? Да в Америке старая история. Ну, конечно, а где же еще играть? Там, играли на улице. Там чисто на улице? Нет. Криво? Чище, да. А где играли-то? Прям на Таймсквер. На Таймсквер? Да. И просто так пришли и стали играть? Нет лицензии, оборудование. Купили генератор бесшумный, самый тихий. Бензиновый. Офис там у менеджера прямо на Таймсквер находился. Мы все внизу вытаскивали колоночки, разрешение. И чтобы играть, надо купить лицензию. Да. Вообще, все, кто там играет, если никто еще не в курсе, все покупают лицензию. Разрешение. Разрешение даже больше. Да это больше на разбор денег, конечно, помимо разрешения. Не, но нам-то было интересно, что мы за 4 дня продали 4000 дисков на улице, и как бы жизнь наладилась. Правда, ненадолго, но в общем-то, в целом, да. Ну и там, кроме этого, нас и сразу MTV сняло. Ну и просто интересно, да. Много там и канадской телевидения, и столько знакомств. Родной брат Ричи Хеванса, который открывал первый вудсток Ричи Хеванса, гитарист известнейший, родной брат его пришел, проникся, побежал домой, принес нам диск, подарил. А, вот как-то. Да, Ричи Хеванса. То есть он не ваш купил, а свой подарил. Да, да, да. Ну, молодец. Не, на что он кумеш-то купил. Максим Зверев пишет, музыка сибиряков погружает в какой-то особый мир, из которого выход потом найти очень сложно. Это даже не моя любимая теплая ванна. Это нечто совершенно невообразимое. Мужчины, вы сами-то понимаете, что своей музыкой животворящей делаете? Вот она что, музыка животворящая. Понимаете, спрашиваю? Еще нет. Максим Зверев, что же вы делаете с вашей музыкой? Кстати, я так понимаю, что Андрей Всеволод уже сегодня отыграл свою программу. Ну, ладно. Мне казалось, что он еще вернется. Он вернулся как зритель сегодня. Но в любом случае надо напомнить, что в первой части нашего марлезонского балета, в первую часть программы «Живые» принимал участие Андрей Березин, велончелист из «Виртуозов Москвы». Он виртуоз. Одним словом, по-другому не скажешь. Давайте дальше, ребят. Что это будет? По року ударим, может? Вы же умеете, я знаю. Телефон, может, тогда... А, не рок. А что, телефон показывает? Да, но это не рок. Да ладно, я же шучу. Ну, о чем-то? Не рок. Ты соберешь сегодня здесь. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Ну да, я имею в виду, что теперь только искренним и быть Вот Майкл Брекер заявил следующее Оригинальное звучание, великолепные мелодии Совершенное владение своими инструментами Они как будто заправлены ракетным топливом То Сиберианс просто потрясающий Ну, знаете, рядом с этими словами 99 тысяч Это такая фигня, скажу я вам Надо было больше? Да, думаю, что вы зря этот бонус Он должен быть, как называется, не бонус, а пирожок Как его назвать, господи Ну, короче говоря, вот этот лот Надо было дороже Потому что и CD Сейчас кто-то решится и отдаст ренинги CD, DVD, плюс винил CD, DVD, да Плюс винил сибирская севита С автографами музыкантов Эти автографы какое-то время спустя будут стоить гораздо дороже Вы понимаете, что сейчас они распишутся вам на этом диске Например, а какое-то время Ну, может быть, еще пару-тройку лет Когда они станут обладателями уже третьего по счету Грэмми Вы сможете продать эту пластинку нереально дорого Дороже, чем те деньги, которые вложите Да, да, это я сейчас так, на всякий случай, завлекушечки Ну, приятно, я даже заслушался И уже так, да, потянулся А если у меня свободный Два билета в квартире На премьере сибирской севита Благодарность вам или вашей компании На всех носителях сибирской севита Понимаешь, что это такое? Человек купит себе альбомчик А сколько будет стоить альбом? Сидишка, например А у нас 10 директора Ну, рублей 300, да? Я думаю, она будет стоить как 300-400 рублей, примерно Понимаете, что такое? Это, значит, получается огромное количество поклонников коллектива И если они, извините, на Таймсквер 4 тысячи их продали Так они сейчас поедут снова По 20 баксов По 20 баксов, между прочим Представляете, что это такое? Это они приедут снова на Таймсквер Ну, а им что разрешение получить? Теперь-то вообще не проблема Нет, да сейчас-то, кстати, там запретили играть Неважно, вам разрешат Хорошо Мы поговорим Есть у меня знакомый Робинов А, сейчас же выбор Сейчас этот уберут Абсолютно И они снова продадут там 4,5-5 тысяч своих сибирских сюгид, понимаете? А там везде ваша фамилия вписана Понимаете, что это такое? Золотыми буквами Золотыми буквами вписано Более того, вы еще два пожизненных билета получаете Это как... радость-то какая? Придется на каждый концерт В любом городе Люди же могут скинуться Не один может человек купить Конечно Что такое? Два же билета Кому-то винил Два человека Кому-то два билета Вдруг проигрывателя нету Если нет 99, так есть 44,5 И два скинулись И хорошо Но есть, конечно, другие На 3 делится 30 Есть лоты другие Вот я вижу 25 тысяч Лот благодарность за помощь в здании 4 куплено То есть 4 человека По 25 тысяч Положили в этот альбом И молодцы И дай им Бог здоровья Жалко, что... А, нет, это без... То есть можно еще по 25 тысяч Можно еще Конечно, можно Да, вы не хотите 99? Зря Зря не хотите А вот за 25 просто благодарность За помощь в здании Сибирской сюиты Это будет благодарность везде Написана во всех буклетах Я так понимаю Сибирской сюиты, да? И на виниле будет А винил Главное, что в душах наших Она будет Подложена благодарность Знаешь, люди сейчас коварны Им ваша душа В общем, мало Интересно, им бы свое Как-то продвинуть Немножко Поэтому я и намякиваю Что, в общем, это вложение Будет достаточно серьезным И я бы сказал Навеки Потому что музыка вечно А их-то музыка точно вечна Когда люди 15 раз взявшие Грэмми Говорят о них Что они просто Ракетное топливо И виртуозы невероятные То вы же понимаете Что с ними А что о них будут говорить Еще какое-то время спустя Даже при их жизни Еще Давайте поиграем Что-нибудь еще Может лирическое Мандолинку, например Давайте мандолинку Мандолинку Как всегда, живой звук В программе «Живые» Здесь сегодня Тусай Беренс Погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому Замечательный альбом Ну, значит, тут какое-то еще было сообщение Нас такие там присутствуют Все-таки нас раскрыли Где-то под столом лежал В последней комнате Стадионы Причем футбол играли тоже Волейбольная площадка Волейбольная площадка-то Даже побольше баскетбольная Даже побольше баскетбольная Гандбольная, давай так Хорошо После сукозвука уже гандбольная звучит просто Ватерпольная Так, ты во что играл-то? В футбол Ходя по воде Ну да, это действительно гандбольная площадка И гандбольные ворота такого размера Футзал-то называется Играли просто так для себя Или, может быть, как-то серьезно? Я не знаю Для себя? Больше Ну, Юра, больше серьезно У меня лицо было серьезнее гораздо А когда играл? Поэтому более серьезно к этому относился Ясненько Возвращаясь, опять же Возвращаясь к музыке К тому, что происходит сегодня Напомню здесь Тусайберианс коллектив Который, на наш взгляд Это, опять же, позиция Которую можете вы принимать Или не принимать Один из передовых И, в данном случае, продвигающих Российскую музыку в мире Просто потому что Ну, на уровне с Хунху, Ртуу Которые катаются по всему миру По штатам У них ежегодные туры Их знают в штатах Лучше, блин, чем в России Ты понимаешь Ну, на родине их знают хорошо У себя А в России в целом Мы стараемся их как-то тоже продвигать Чтобы о них знали хотя бы Так вот Те коллективы, которые Как импорт Да, такой дорогой Классный Нет Экспорт На экспорт А, группа на экспорт О, как Чего это я про импорт Подожди секундочку У нас субтитры У нас субтитры Да, пошли У нас как на первом майской демонстрации 12 мая Что он имел в виду Когда им стал 12 мая А мы уже прилетим Сеула И 12 мая будет концерт Архив 13 А чё ж не сказали Про 25-е я сказали А мы директор вовремя Не присигналил Чё 12-го где? Клуб Архив 13 Архив 13 На Мясницкой 12 мая Архив 13 Да Не перепутайте Да-да-да А там чего будет Концерт наш Сольный Просто сольный 25-го это презентация Сибирской Сюиты Да А 12-го это ваш сольный И также в нём примет участие Конечно, Андрей Березин Который принимал участие В нашем первом часе Да И уже все про него всё знают Теперь уже да Теперь практически Про этого виртуоза Москвы Знают практически всё Значит Пора играть Поход за силой Или печальное сердце Так и передайте Пишет Григорий Бадюков Григорий знает Вашу программу Да А мы знаем Григория Бадюкова Кто это? Григорий Бадюков Это наш хороший друг Так Ну то есть он знает Сегодняшний ваш трек Лисфтель? Нет А почему тогда он предсказывает Что вы будете играть? Гриша Приходит В архив 13 И будет И сыграем там Давайте тогда уже Наши архивные вещи Сыграем Чего вы себе запланировали там Что дальше будет? Ну мы Специально для Григория Поимпровизируем На нашу же Тему Которую мы написали Для кинофильма Граф Монтенегро А что здесь проимпровизируете? Ну там Только тема коротенькая Остальное все импровизация Граф Монтенегро Ваш саундтрек там Ну а какая из этих Какой из этих Там же не одно Ну там много Но мы на одну из мелодий Поимпровизируем А просто вот без названия Мы так и назвали ее Монтенегро Монтенегро Ну чтобы не мучиться Ну мне чтобы было понятно Что это будет Как всегда живые звуки В программе живые Здесь сегодня Сайверианс Поехали Монтенегро 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Двенадцатая Клуб Архив Тринадцать Восемь часов И двадцать пятого Это ваш сольный концерт Вместе с Андреем Березином Виалончелистом Из виртуазов Москвы Надо сказать Это обязательно Почерпать И двадцать пятого Гуголь Центра Это мы с Квартетом Играем А у Квартета есть название Извини Я вот сейчас Прям Альтер эго Вспомнил Альтер эго Квартет Андрей так на меня посмотрел Что мне было трудно не вспомнить Угрожающий Я так понимаю, квартет Скрипичный, в смысле, как называется Две скрипки, альт и чел и виолончель Две скрипки, альт и виолончель Потом гитара, еще одна скрипка Две маленькие скрипки, одна побольше, одна совсем большая Я как-то помню, когда сказал альтистке, что у нее скрипка Она чуть не обидела, это не скрипка, это альт Сказала она, я теперь понимаю, что есть разница Внешне похоже, но разница есть Значит, две скрипки, альт и виолончель Альтиста легко обидеть Альтиста легко обидеть У вас там сестла? Нет, у вас там блат, нет сестла 25 число, еще раз Это у нас Гогольцентр 8, тоже 8 И вы там будете презентовать, собственно говоря, сибирскую суету Нет, ну там кусочек маленький Как говорит Кирилл Дадим подсмотреть Иногда, да Потому что сибирская суета, примерно, у нас будет Ожидаемая премьера года Это будет в сентябре, наверное, октябре или ноябре 12 октября театр эстрады В сентябре, октябре, ноябре Уже дата есть Но это уже будущее На это мы пока заглядываться не будем Надо эту информацию просто держать в уме Завтра в программе «Живые» И там два места в портере могут быть Вечных В театре эстрады Я сказал, что это ерунда, деньги плевые Завтра здесь исполнительница по имени Надя Очень клевая, кстати, музыка Совсем другого характера Нежели Ту Сибирианс Но, тем не менее, я очень рекомендую, если вы не знаете Хотя в ротации она тоже представлена Давайте чем-то закончим сегодня Недлинным Минутки на три Есть что-нибудь? И спасибо вам большое, братцы, что вы к нам забежали Нам был чертовски приятный Это Сибириан заканчивает свою программу Всем спасибо, до завтра С праздниками Погнали Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»